Сегодня уже третий день, как мы начали этот объект. Первый день мы здесь размечали, жили котлован, размечали точки бетонной подготовки. Второй день мы здесь бурили отверстия под сваи, устанавливали вот эти металлические оцинкованные оголовки под сваи. Сегодня уже третий день, мы подготовили опалубку под бетонную подготовку. Значит, в прошлом видео я как раз рассказывал о том, почему мы оставляем от подошвы котлована до обреза сваи 30 сантиметров. Это как раз здесь наглядно можно будет сейчас увидеть. Для начала мы выставили отметку высоты бетонной подготовки заранее. Пространство, которое остается, его будем заполнять гравием, либо щебнем. Значит, у нас примерно по прогнозам, по подсчетам 15 сантиметров, 15-20 сантиметров идет щебневая подушка. Далее вот эта ширина, то есть высота доски опалубки 10 сантиметров идет бетонная подготовка. Далее остаток примерно плюс-минус 5-7 сантиметров. Это идет у нас обрез сваи, который будет находиться в теле бетона как раз вот это расстояние 5-7 сантиметров. Я вам расскажу, почему на данном участке мы применяем свайно-расферковый фундамент. Это свайно-расферковый фундамент, его на бум применять, например. Вот я захотел свайно-расферковый сделать и так сделаю. Без каких-либо на это причин и оснований его тоже как бы нельзя делать. Вот поэтому давайте расскажу я сейчас, почему мы применяем сваи. Начнем с того, что у нас от края дома 7 метров примерно начинается обрыв на озеро. Исходя из этих данных, тем не менее, у нас еще уклон на участке примерно 60 сантиметров. Исходя из всех вот этих характеристик состава грунта, мы определили первое, это могут произойти оползни скольжения. Скажем так, вот в любом случае при интенсивном снеготаянии, сезонном, поверхностные воды, они растают и будут идти в глубине примерно 60-50 сантиметров от верхнего уровня. Так как у нас ниже уже идет суглинок. И тем самым она будет просто медленно уходить в сторону озера. Озеро его будет разгружать, вот эту всю воду. И тем самым может произойти оползни скольжения. Второе, что может произойти, это на данном участке оползни разжижения. Допустим, чрезмерное увлажнение грунта, постоянно влажно стоит, тем самым она увлажняется и разжижается. И в следующий период, когда также пойдут воды, она может уже смыть и произойти оползень. Следующий вид разрушения, здесь может произойти вот как раз разрушение вот этого уклона. Также этими же водами может просто разрушиться край нашего оврага. Вот исходя из этих данных, мы решили установить сваи, и чтобы дом стоял на том месте, где его разметили. Второе, почему мы применяем в качестве основания гранитную подушку, гравийную подушку, это свайно-расверковый фундамент, здесь не рассчитан, чтобы она вот весь целиком, весь вес дома стояла на сваях. Тут такого не будет происходить. Вся нагрузка будет передаваться через подушку. В качестве подушки и основания мы применяем гравий фракциями 20, 40 и 70. Можно применять, например, аналог, вместо него щебень, но это будет на процентов 30 дороже щебень гранитный, но это дешевле. Значит, какой смысл применения гравийной подушки? Первое, это плотное, твердое основание под монолитной подушкой. Так как вот эта подушка будет передавать весь вес дома на основание котлована. Тем она будет крепче, тем плотнее, тем она примет весь вес дома и больше не будет опускаться, играть, двигаться. Второй смысл заключается в том, что у нас здесь плодородный слой 40 сантиметров, 40-50 сантиметров. Чрезмерное снеготаяние, вот это вот перенасыщение воды и плавный уход в сторону озера при применении песчаной подушки, они, возможно, могут смыть в этот весь песок. А здесь гравий, он не передается смыванию, так как там есть пустоты, вода плавно будет проходить. При обнаружении его, да, там будет проходить и уходить в сторону озера. А гравийная подушка останется на месте, как основание, твердое, плотное. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»